Всем привет, с вами Джамбо Макс и сегодня я вам расскажу как сделать оформление стрима на миксер. В недавнем видео вы проявили хорошую активность, показав что данный ролик вам будет очень полезен и интересен, поэтому я и записываю это видео. Способ представляет собой настраивание оформления через онлайн сервис. Для этого вам потребуется лишь компьютер, фотошоп и аккаунт на миксер. Никаких карт захвата, OBS и прочих вещей вам не потребуется. Все гораздо проще и удобнее. Давайте начнем. Чтобы сделать оформление стрима, нужно перейти на специальный ресурс под названием LightStream. Ссылка на сайт в описании под видео. Далее вы должны зайти на этот сайт через свой аккаунт миксер и все подтвердить. После авторизации у вас появится вот такое меню, где вы можете уже смело творить. Советую настроить два варианта оформления для удобства использования. Первый вариант с веб-камерой, другой без. Настраиваем именно первое окно, ибо оно всегда будет рубаться стандартно. Нажимаем на жирный плюсик и видим, что мы можем использовать. Текст, картинку, слайд-шоу из картинок, камера и микрофон. Эти два пункта нам не нужны по причине того, что микрофон и камера будут у нас через консоль. И вот такая вот штука. Об этом я расскажу в конце видео. Функций на первый взгляд мало, но они почти все, что нам необходимо, кроме донатов, конечно же. С текстом все понятно. Просто выбираем, пишем, что вы хотите и вставляем в нужный угол. Если нажать на ползунки, то можно увидеть более широкие настройки шрифта. Картинка – это самое основное в оформлении стрима. Для этого нам нужны маленькие заготовки. Вы можете создать их с нуля или же использовать шаблоны с интернета. Просто берем Яндекс и пишем «Оформление стрима». Подойдут все картинки, которые идут в формате PNG, то есть с прозрачным фоном. После того, как вы все сделали, просто загружаете сделанную картинку на страницу и нажимаете на «Log», если вы ее больше не будете перенастраивать. Это нужно для того, чтобы ничего не съехало во время редактирования других элементов. К данной функции можно сделать и окошечко для стрима, но лучше его настраивать отдельно. Создаем квадратик и также накладываем его на картинку. Очень важно, чтобы все картинки имели прозрачный фон и были в формате PNG. Для удобства вы можете запустить параллельный стрим и подобрать размер окна для вебки наглядно. Если же вы хотите разместить слайс-шоу из картинок, к примеру, как я, просто не вижу смысла в огромном оформлении и считаю, что прикольно показывать важную информацию в виде анимаций, то делаем следующее. Нажимаем на «Плюс», выбираем слайс-шоу и грузим все картинки, которые нам нужны. Я сделал эти картинки в виде полос с ссылками на мои аккаунты, которые показываются из-за угла. Тут можно настроить подходящую анимацию и время их появления. Советую при создании картинок помещать их сразу в тот угол экрана, где они будут находиться, чтобы вам было удобнее настраивать на онлайн-сервисе. Хочу заметить, что при настройке второго варианта обязательно включите функцию Mixed Fit и переместите ее в самый первый слой. Иначе у вас будет все, кроме трансляции. После того, как вы настроите оформление, нажимаете на ползунок, проверяете, включена ли функция на самом миксере, эта вкладочка находится в настройке аккаунта на миксере. Если же все включено, то просто врубайте стрим и введите трансляцию. Насчет вот этой штуки. Данная функция подразумевает собой привязывание к этому сервису еще один сервис. Данные ресурсы почти то же самое, что и этот, но некоторые из них позволяют добавить чат, донат и прочие фишки. Для этого нужно выбрать подходящий к вам ресурс и абсолютно также его настроить. Гайды по настройке вы можете посмотреть на других каналах. Сразу скажу, что донаты настроить будет нелегко, если у вас нет платежной системы PayPal. Привязать карту Сбербанка, Киби и так далее не получится. Я надеюсь, этот ролик был для вас полезен и вы сделаете себе оформление на канал. Если это действительно так, то поддержите меня пальцем вверх и поделитесь этим видео со всеми, с кем пожелаете. У меня на сегодня все. Если видео было полезным, ставь лайк, подписывайся на канал, а также пиши свои пожелания к следующим видео. Спасибо за просмотр, до новых встреч.